15 сентября в отеле «Флауэрс» прошла пресс-конференция, посвященная Кишиневской премьере «Фигара спектакль одного дня». Журналистам вышли Лия Хиджакова и Юлия Пересильд. Запланированный Евгений Миронов присутствовать не смог, но на это оказалась своя причина. Простите, что у нас всего двое. У нас проблемы со светом. У нас очень сложный свет. И тут у нас есть Женя как единственный, кто у нас может заменить режиссера, и Гарри Клеонтьев. В общем, поехали этим заниматься. Это оказалось проблематично очень. Так что уж простите. Вот это главная исполнительница у нас, Сюзана. Замечательная. Да. А у нее самая большая роль, а у меня самая маленькая. Вот так вот. Последние часы подготовки и уже в 20.00 в Театре оперы и балета начнется необычный спектакль. Немножечко это будет Женинь по Фигаро, не та, которую мы знаем по истории русского театра. Немножечко все другое. И Фигаро у нас другой. Но все-таки надо учитывать время, где мы живем. Хотя вот этот гениальный совершенно его монолог во втором акте, где абсолютно наши реалии даже про мусульман очень четко сказано. Это просто из Бомарше ничего не придумано, не привнесено. Это Бомарше. Идея создать осовремененную интерпретацию классики принадлежит режиссеру Кириллу Серебренникову. Он придумал, как эту роль сделать не банально. Да все роли. Не так, как уже, знаете, такой школьный вариант. Более того, мы перевод сделали. Мы пахали. Маша Зонина. Это дочь той великой переводчицы Зониной. Это ее мама, которая вообще почти вся французская литература. Мы ее вот последних 25 лет, мы знаем о ее переводе. И Маша с Кириллом сделали другой перевод. Так что слуги говорят одним языком, а хозяева жизни говорят другим языком. И это все продумано, сделано. Поэтому не удивляйтесь, что там среди слуг появится сленг. Мата не будет, не беспокойтесь. Сама Лея Хиджакова спектакль играет роль Марселины. Моя роль – это совершенно не самое главное в этом спектакле. Вы все знаете Женитьбу Фигаро и Марселина. Это как бы очень незаметный персонаж хора, как бы атмосферы. А вот этот наш чудесный совершенно режиссер Кирилл Серебренников, мы прям все считаем, что это наша огромная удача в жизни. Юля вообще начала свою актерскую карьеру именно с Кирилла. Это, я считаю, так, правда? Повезло. Действительно повезло. После Фигара Юлию Пересильд стали приглашать в различные проекты. В ближайшее время сейчас вышла премьера фильма Алексея Учителя Глендов. Вот я даже не знаю, будет ли этот фильм показывать в других городах так много, поскольку, к сожалению, хорошее кино выходит небольшим тиражом. У меня там небольшая роль, но это тоже такое стало. Встреча с этим режиссером стала бы не такой, такой поворотной. И у Кати Шагаловой новый фильм «Однажды в провинции». Там у меня побольше роль, можно сказать, главная. Лия Хиджакова о своей карьере рассказывает так. Вы знаете, я, во-первых, не могу сказать, что я прям такая востребованная актриса, и никогда этого в моей жизни не было. Время от времени что-то вдруг появляется, и поскольку я, эта невостребованность очень сильно закрывает человека, и вот там что-то происходит, идет какая-то кухня. Поэтому если появляется что-то хорошее, то все, что этими гадали, накопил вот это свое желание, оно очень сильно выстреливает. Но иногда вдруг возникало, то денег не было в какие-то те годы, и вообще нищета была жуткая, такая актерская, то я соглашалась на всякое барахло. И сейчас иногда бывает, что бдительность отказывается, во что-то влипнешь таки все-таки. Сейчас есть вот один только фильм новый. После «Изображая жертву», я вот все не считаю, то, где я опозорилась. Это я даже вспоминать не хочу. Но такая профессия, что делать. Мы знаем, что Лея Хиджаковой свойственна скромность. Из достоверных источников нам известно, что сейчас она снимается в новом фильме, играет в лучших спектаклях. Один из них при полном аншлаге и прошел вчера вечером в Кишиневе.